Теперь нам нужно устранить все неточности этой темы, переходим в панель настроить. Тут есть у нас preloader, вот он preloader, загружается. Что я сделал здесь? Здесь нужно загрузить наш логотип и установить цвет фона. Это будет preloader при загрузке товаров, при любых загрузках, ну это загрузчик, короче говоря. Логотип сюда загружает и цвет такой фона, чтобы логотип ваш был виден. Все, теперь нужно устранить все неточности этой темы, всю шаблонность для этого. WordPress Default, дополнительный стиль уже вам известный. У вас в описании под видео будет инструкция для этой темы. Вы берете из этой инструкции, копируете весь имеющийся там код. Просто берете его, копируете и затем вставляете здесь курсор в самом конце кода и спускаете чуть ниже, чтобы был пробел и вставляете его. Дальше кликайте опубликовать и выходите отсюда. Теперь мы переходим в консоль. Здесь внешний вид, редактор тем. Вам нужно также заменить английские названия, некорректные названия на правильные. У вас также будет ссылка на инструкцию, где замена названия, где вы заходите туда. И копируете весь имеющийся там код, затем возвращаетесь на сайт, переходите, вот справа выбираете функции темы functions.php, спускаетесь в самый низ. Вот здесь в самом конце ставите курсор, спускаете его на две строчки и вставляете имеющийся там код и обновить файл. Перейти на сайт и все, видите, русские названия, все отлично, все у нас хорошо работает. Но на этом создание интернет-магазина завершено. Я вас поздравляю, вы создали самый крутой магазин, который можно вообще создать на системе WordPress. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Продолжение следует...